Всем привет! В этом видео я расскажу, как вернуть былую мощь цепной пиле и очень просто решить проблему затупленной цепи, какие ошибки по незнанию можно допустить и как сделать все не только быстро, но и качественно. Ведь даже если ваша пила и без всякого обслуживания еще пилит, это совсем не значит, что она не может делать это лучше. Обладатели цепных пил прекрасно знают, как этот инструмент позволяет экономить силы и время. Но далеко не все знают, что нужно делать, когда со временем этот инструмент теряет свою производительность. Одной из самых распространенных причин падения производительности пилы зачастую является затупленная цепь. И неважно, электрическая это пила или бензиновая, со временем любая цепь теряет свою заточку. И мало того, что работа с таким инструментом становится менее комфортной и более трудоемкой, так еще и увеличивается износ инструмента. Главным признаком того, что цепь нуждается в заточке, является то, что при работе пилой с такой цепью приходится прилагать усилия, нажимая на пилу. В то время как пила с хорошо заточенной цепью пилит практически сама. Именно для решения этой проблемы и был создан станок для заточки цепи InterTool DT0850. С его помощью можно быстро и качественно заточить абсолютно любую цепь пилы. При этом обладание какими-то особыми навыками совсем не обязательно. В этом видео я покажу и расскажу вам все, что нужно знать о станке и продемонстрирую, как им пользоваться. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Вначале, прежде чем мы поговорим о том, как затачивать цепь, коротко о самом станке. И начнем с комплектации. Станок поставляется в практически полностью собранном виде. Исключением является лишь поворотная база. Ее нужно будет устанавливать самостоятельно. Помимо самого станка, вы получите инструкцию на русском и украинском языке, шестигранный L-образный ключ, запасные угольные щетки и пружинный фиксатор, который при желании можно установить в поворотную базу станины. Делать это или нет, решайте сами. Без него поворотная база станины имеет более плавную настройку, а с ним имеет четкие ступени, позволяющие быстро устанавливать наиболее востребованные углы заточки в 25, 30 и 35 градусов. Надежность конструкции станка подчеркивает качественная сборка и полностью металлические станина и поворотная база. Двигатель станка потребляет всего 250 Вт, но при этом разгоняет точильный диск до скорости 7,5 тысяч оборотов в минуту, чего с головой хватает для заточки цепи любого типа. Для точной настройки станка предусмотрены все необходимые регулировки. Это ограничитель наклона точильного диска, поворотная база с фиксатором, механизм зажима и регулируемый фиксатор цепи. Гарантия на станок предоставляется сроком 1 год. Также без проблем всегда можно воспользоваться послегарантийным обслуживанием, а все запчасти и расходные материалы, включая точильный диск, есть в свободной продаже. Для крепления станка в станине предусмотрено 2 отверстия, но благодаря малому весу и практически отсутствующей вибрации во время работы, его можно просто зафиксировать струбцинами к любой подходящей для этого поверхности. Теперь разберемся, как заточить цепь. Для начала нужно откинуть фиксатор цепи и установить цепь в паз, так, чтобы его направляющие звенья оказались между прижимными губками. Теперь опускаем фиксатор цепи и передвигаем цепь так, чтобы дыльная сторона режущего зуба была расположена впритык к фиксатору. Затем устанавливаем необходимый градус угла заточки. Угол заточки можно посмотреть на заводской упаковке цепи. Если упаковки нет и узнать негде, устанавливайте 30 градусов и не ошибетесь. Мало того, угол заточки можно изменять в зависимости от случая применения пилы. Например, большой угол заточки 35 градусов будет более уместен при работе с мягкой податливой древесиной. А для твердой и промерзлой древесины угол заточки стоит уменьшить до 25 градусов. Это сделает ход пилы более плавным и снизит уровень ее вибрации. В любом случае, угол заточки не должен быть меньше 25 и больше 35 градусов. Теперь установим нужную нам глубину пропила. Для этого ограничителем наклона сделаем так, чтобы диск не опускался ниже основания зуба. И последний штрих настройки перед заточкой – это настройка фиксатора цепи, от которого будет зависеть, как сильно будет сточен зуб во время заточки. Если цепь в хорошем состоянии, то истачивать следует небольшую часть. Если состояние зубья в цепи совсем плохое, то для заточки сточить придется значительную часть зуба. Самый простой и точный способ определить, сколько именно нужно срезать – это выбрать в качестве шаблона самый короткий или самый слизанный зуб. Истачивать его понемногу, пока он не приобретет необходимую форму, под которую нам и предстоит подогнать все остальные зубья. На этом этап настройки закончен и можно приступать непосредственно к заточке. И тут все совсем просто. Делаем метку изолентой на первом зубе, чтобы не начать затачивать цепь по второму кругу и через один точим до зуба с меткой. Если изоленты нет, то можно воспользоваться маркером или чем-то еще, что есть под рукой. Теперь нужно развернуть поворотную базу, установив такой же градус заточки, только в другую сторону. И заточить остальные зубья также через один. Продолжение следует... Продолжение следует... На этом этап заточки зубьев цепи закончен и цепь можно устанавливать на пилу. Но есть еще один важный момент, о котором стоит знать. Чтобы в нем разобраться, нужно понять устройство пильной цепи. И тут я хочу акцентировать внимание на режущем зубе и ограничителе. Ограничитель глубины определяет толщину срезаемой древесины за один проход пильной цепи. Если ограничитель глубины будет сильно занижен, зуб пилы будет делать слишком глубокий срез дерева. В этом случае появится дополнительная нагрузка на режущую гарнитуру. Возможно сильная отдача, увеличенная вибрация пилы или разрыв цепи. Завышенный же ограничитель, наоборот, не дает режущему зубу срезать нужное количество дерева, отчего может значительно снизиться эффективность пиления. Поэтому важно каждые три заточки цепи проверять разницу между высотой режущего зуба и высотой ограничителя. Оптимальная разница составляет 0,5-0,8 мм. Для корректировки ограничителя можно использовать любые удобные инструменты. Для определения разницы высоты можно использовать штангенциркуль или специальные шаблоны, предназначенные для этих целей. В случае с шаблоном все совершенно просто. Достаточно приложить шаблон к цепи надетой на шину и сточить каждый ограничитель до уровня шаблона плоским напильником. Ну и напоследок скажу то, о чем никогда нельзя забывать. Всегда соблюдайте технику безопасности и работайте в защитных очках и перчатках. Храните ваш штанг в сухом и чистом помещении при температуре не ниже 15 и не больше 55 градусов. И не забывайте следить за состоянием устройства. Его следует содержать в чистоте, а перед каждым использованием проверять целостность его деталей. И тогда штангенциркультурно прослужит долго, а вы не будете подвергать себе лишней опасности. Чтобы узнать стоимость станка для заточки цепи, а также получить больше информации о нем, перейдите по ссылке, расположенной под этим видео. А также обязательно поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить что-то полезное.